всем привет это видео будет видео напоминание мне вам мне кажется вообще core моего канала контента неважно в инстаграме в жизни на ютюбе это любовь к себе это забота о себе вот как основа всего в основе всего лежит любовь к себе и сейчас как раз моя жизнь максимально тестирует меня на мою же философии если вы не знаете я перестала принимать антидепрессанты сейчас у меня по сути такой режим реабилитации как я это вижу приспособление на новый образ жизни потому что мой организм привык получать энную дозу вещества и вот примерно в последнюю неделю моя жизнь проходит в таком полу тумане полусознание тело моё сейчас немножко в шоке и просто приспосабливается к новому образу жизни и конечно не помогает факту что я решила в последнюю неделю в лос-анджелесе брать по три-четыре урока в день по танцам но танцы мне приносит такое колоссальное удовольствие и я знаю что когда вернусь в москву и петербург у меня не будет такой же жизни где я могу каждый день ходить на танцы по три-четыре раза за день поэтому я решила сейчас такой crash курс пройти по танцам максимально выжать из себя все но на днях мне позвонил мой друг пожелал хороших танцев и пожелал не упасть в обморок в этот раз и спросил меня поела ли я спросил что ела в тот день спросил взяли снеки и потом он мне сказал чтобы я больше внимания уделяла своему телу сейчас больше заботы проявляла о нем и смотрела на него не как на себя не как на часть себя а как на другого человека как на партнера которую я безумно люблю который мне нужно заботиться все прихоти и желание которое мне нужно удовлетворять и просто слушать просто слушать что мне говорит тело и это было действительно прекрасное напоминание потому что ну мне кажется что я все делаю правильно я делаю то что меня делать счастливые хожу каждый день на танцы хорошо питаюсь но если бы я посмотрел на себя на свое тело со стороны посмотрела как на свою лучшую подругу я бы заметила что нет и ешь недостаточно ты перетруждаешь сейчас свой организм тебе не нужно заниматься столько сейчас танцами тебя в принципе сейчас меньше нужно быть активно если тебе хочется прилечь приляг поспи ничего страшного не произойдет если человек который пострадает если ты будешь на себя давить это ты и буквально как раз на прошлом же занятии по танцам одна из преподавательниц ее парень тоже работает как танцор в этой студии и так как у них один за другим занятия они всегда вместе приходят и там то он ей вынесет смузи или кофе потом она ему поможет снять видео когда он танцует и это всегда очень мило и в этот раз он носит есть смузи и он видит что она себя плохо чувствует и он спрашивает все ли в порядке и по ней было видно что она явно пытается фокус держать на что он сказал что остановись останови занятия и просто поговори со мной все ли хорошо потому что если тебе нужно сейчас прилечь то ты идешь и ложишься все ученики твои поймут тебя такой правда ученики его зовут ник и всем нам конечно бы хорошо такого ника иметь всей жизни но в первую очередь нам нужно таким ником быть для себя самый как я считаю полезный инструмент и навык связанный с любовью к себе эта возможность слушать и слышать свое тело потому что она всегда нам что-то говорит да она голодна когда ему холодно когда она хочет спать хочет ли она действительно идти на вечеринку на которую вы согласились и вам просто не хочется говорить нет потому что осталось два часа до этого мероприятия а на самом деле все что он хочет это остаться дома и не знаю засесть с killing if и попкорном нужно ли вам действительно идти на интенсивную тренировку или же ваше тело вас умоляет о массаже ведь если бы ваш друг просил вашего совета вы бы ему сказали все правильные вещи я думаю что своему лучшему другу вы бы готовили с любовью что-то полезное что-то очень вкусное что хорошо бы повлияло на его организм и как я однажды писала в телеграм-канале что вы бы сказали своей лучшей подруге что она жирная вы бы взяли ее за жирок и сказали что ее никто не будет любить тогда почему вы позволяете это делать себе почему вы себе позволяете обижать себя унижать себя говорить себе что вы чего-то недостойное говорить себе что вы чего-то не можете и главное не слушать свой организм когда он говорит вам что он устал когда ваша психика говорит что вы устали от токсичности ваших друзей и что вам хочется просто окружать себя хорошими добрыми честными людьми которые будут вас поднимать а не унижать потому что я вам гарантирую если бы ваш лучший друг вам пришел с такими проблемами с которыми вы сталкиваетесь вы бы пожелали ему только самого лучшего и мне кажется что сейчас забота о себе отходит на второй план из-за постоянного соревнования с окружающими с друзьями с людьми в интернете которые выкладывают свою прекрасную успешную жизнь потому что нам не хочется опоздать не хочется отставать от чего-то успеха что очень глупо я давно потеряла интерес в том чтобы с кем-то соревноваться потому что я поняла что это самая бесполезная самая бесполезная трата времени пытаться взять жизнь человека у которого совершенно другие интересы в жизни совершенно другие таланты другое детство другое окружение и пытаться свою жизнь впихнуть в очертания как будто бы они это форма я пытаюсь себя впихнуть лишь бы не отставать лишь бы не быть неуспешной недавно в интервью с марина могилка я сказала о том что я не люблю когда мне даже мои друзья или родственники говорят о том что я должна как-то по-другому делать свою работу они пытаются свои какие-то ценности свои амбиции на меня переложить то есть ты должна больше зарабатывать и должна делать вот это вот это вот это начинают мне предлагать идеи которые совершенно не не вкладываются в мои устой жизненные мои интересы и пытаются на меня все это прожить чтобы я была более успешна у меня моя жизнь у меня свои приоритеты у меня в приоритете здоровья потому что я уже прошла вот эту игру за количество просмотров когда я в течение 10 месяцев снимала видео каждый день и это просто была уже какая-то сумасшедшая гонка я уже не знала с кем я действительно соревнуюсь с собой и мне нужно быть первым в рейтинге блогера это было здорово и весело пока я наслаждалась этим но когда это стало во ущерб моему здоровью это перестало быть уже настолько весело и это перестало того стоить но опять же в современном мире считается классным быть всегда занятым всегда что-то делать мне всегда нужно быть занятыми и всегда нужно что-то делать но мне не нравится что это прям культ что если ты каждую секунду каждого дня не работаешь ты остаешь ты теряешь свое время на этой планете самое интересное что вот этот мой друг который мне позвонил и сказал мне заботиться о себе он принципе по четыре часа он работает на два континента поэтому как только засыпает эта часть мира просыпается другая и он спит ну по три по четыре часа в день и когда я его спросила когда ты вообще успеваешь спать он сказал деньги не спят и это его жизнь это его выбор потому что ему важно быть успешным ему важно содержать всю свою семью всех своих близких себя тот уровень жизни который ему комфортен это он и мне нравится что он не дарит на меня свой образ жизни он не говорит мне не спать по четыре часа в день и постоянно быть на ногах постоянно работать он знает что для меня приоритет это в первую очередь мое благополучие и здоровье поэтому он дает мне тот совет который именно нужен так что резюмируя это видео пожалуйста заботьтесь о себе пожалуйста смотрите на свой тело на свой организм на свой мозг свою душу свое сердце вот смотрите как на вашего партнера вашего партнера который сами всю вашу жизнь ваш самый главный человек в этой жизни в первую очередь вам нужно о нем заботиться как минимум потому что если вы не будете о нем заботиться вы ни о ком больше не сможете позаботиться слушайте что он говорит ваше тело боже мой кондиционер не игнорируйте его потому что сейчас вы его проигнорируете потом оно вас проигнорирует захотите в гору подняться через 200 метров сознание потеряете не сделайте вовремя перерыв в тренировках покалечите колено потом два года будете восстанавливаться заботьтесь о себе любите себя и будьте благодарны благодарны за ваше тело за ваших близких за друзей за привилегии которые вам даны в жизни я вчера когда ходила на массаж там ломал маленькая карточка благодарности там было написано мы можем слышать шутки самых смешных людей этой планеты просто на экране своего телефона а еще мы можем есть картошку фри с мороженым нет или счастья чай